Девушки отдыхают Кубак не спал. Подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело, на дворе, наверное, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные фигуры арестантов, присмиревшие демчихи напротив, в углу неподвижного с угрюмым видом Петра. Басе, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если б не это его дыхание, можно было бы подумать, что он не живой. Наступал трудный, наверное, последний их день. Они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду. Сапоги наверху затопали чаще, непрестанно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился с дотылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо, строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Вот-то забыли о них. Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый с хрипотой голос. «Да тут три всего! А шуфля еще была! Шуфля посмотри! Что шуфля? Лопаты нужны!» Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрепели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул рыбака. «Зачем лопаты? Лопаты только за тем, чтобы копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверное, могилу. Но для кого?» И тут он вспомнил. «Видно, действительно, умер тот полицай». Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Демчиха из-под смятого платка также тревожно, непонимающий, смотрела на него. В углу, в напряженном ожидании, застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность. Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения, шли к ним в подвал. Когда загремела первая дверь, рыбак скоренько сел, почувствовал, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять сотников. «Откроют, рвануть, сбить с ног и в дверь», — запоздал и решимостью подумал рыбак, но тут же понял, нет, так не выйдет, за дверью ступеньки не успеть. А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шибанула стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках. «Генук спать!» — во все горло заревел полицай. «Отоспались! Выходи! Ликвидация!» Значит, не ошиблись, действительно, конец пронеслось в сознание рыбака. «Если бы кого одного, а то всех, значит!» На минуту он как-то обмяк, вдруг, лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать. «А ну, выскакивай! Добровольно, но обязательно!» — крикливо понукал стась. Петр в углу первым встал на ноги. За охов начала подниматься демчиха. С трудом вставая, залапал руками по стене сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще более осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу. «Давай, давай! Двадцать минут осталось!» — подгонял полицай, входя в их вонючее, усланное соломой лежбище. «Ну ты, одноногой, живо!» «Прочь руки!» Я сам, — прохрепел сотников. По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубкой и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в сморадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицаев с оружием на изготовку, они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов. Рыбак нерешительно стал перед крыльцом. Рядом остановились Демчиха и с ней вместе Бася, которая будто к матери потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть подаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой, окровавленной шинели. «Где следователь?» «Зовите следователя!» Пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся. Рыбакс похватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойнее. «Да, отведите нас к следователю!» Он вчера говорил. «Отведем, а как же!» С издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой на готове он решительно шагнул навстречу. «А ну, руки! Руки!» Делать было нечего. Рыбак протянул руки, и тот ловко по одной изломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился. Не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяние. Ведь это был в самом деле конец. «Доложите следователю!» «Нам надо к следователю!» Проговорил он не очень, однако решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног. Но полицай сзади только зло выргулся. «Поздно!» «Отследовались уже!» «Как это? Отследовались!» закричал рыбак и оглянулся через плечо. «Небритые, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем виноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему. Такого, наверное, не испугаешь!» Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить. «Ну, позовите Портнова!» «Что вам стоит?» «Люди вы или нет?» Но до Портнова, наверное, было дальше, чем до его рыбака смерти. Никто ему даже не ответил. Между тем, руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за демчиху. «Ты давай сюда следователя!» Кашляя настырно, требовал сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле демчихи. Но тот даже не взглянул в его сторону. Он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? Почему же он не решился, когда у него были свободными руки? Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения одни за другим начало выходить начальство. Какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной полицейской форме, черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами на рукавах при пистолетах. Двое, наверное, немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно, будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицей на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади. Раз, два, три, четыре, пять. — Ну, все готово! — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе. Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека, подсказали рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул сотников. — Начальник! Я хочу сделать одно сообщение! Остановясь на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд. — Что такое? — Я партизан. Это я ранил вашего полицая. Не очень громко сказал сотников и кивнул в сторону рыбака. Тот здесь оказался случайно, если понадобится, могу объяснить. Остальные вовсе ни при чем. Берите меня одного. Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающие, переглянулись между собой. И рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду. А вдруг поверит. Это его обнадеживающее чувство тут же породило тихую благодарность сотникову. Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью. — Это все? — холодно спросил он. И шагнул со ступеньки на снег. Сотников заикнулся от неожиданности. — Могу объяснить. — Подробнее. Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой. — Ведите. Вот так. Не хочет даже и слушать. Опять впадая в отчаяние, подумал рыбак. Наверное, все же решено загодя. Но как же тогда он? Неужто так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова. Осторожно ступая по пригибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, рыбак узнал портного. Но, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была, теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким. «Господин следователь, господин следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил». Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно по одному стало останавливаться. Остановился и портнов. Новая полицейская шинель на нем казалось явно не по размеру и не обмято топорщилась на его маленькой тощей фигуре. Черная пилотка по петушинам уторчала в сторону, но в облике следователя заметно пребывала начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки. «Подойдите сюда!» При пристальном внимании с обеих сторон рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды туго натянулась. «Вы согласны вступить в полицию?» спросил следователь. «Согласен со всей искренностью, на которую был способен, ответил рыбак. Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица портного. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки. «Так, развязать!» «Сволочь!» Как удар стукнул его по затылку негромкий злой окрик. «Это, конечно, сотников, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем. Но пусть!» Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться. Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно. «Будет жить!» Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих. Теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик демчихи. «Ага, пускайте! Тогда пустите и меня! Пустите! Я скажу, у кого она пряталась! Вот эта девчонка! Я скажу! У меня малые! Ах, божечка, как же они!» Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь подошел к женщине. «А ну, а ну, скажи у кого!» «А развяжите!» Тарасюк позвал Портнов. Полицай, вязавший рыбака, подскочил к демчихе и быстро освободил ее руки от веревки. Та в нерешительности принялась тереть их о полу-то лупчика. Но полицаи и немцы ждали. «Так у кого скрывалась?» напомнил Портнов. «У этого! Как его?» «Дурное болтаешь!» Тихо, но твердо перебил ее Петр. «Вспомни о Боге!» «Так это у Федора Бурака, кажись!» «Какого Бурака?» «Нахмурился Портнов!» «Бурака тут давно уже нет!» «А ну, подумай лучше!» Демчиха потупись молчала. «Ну, так я ж сказала!» «Врешь!» «Тарасюк!» Тарасюк, наготове стоявшей за спиной женщины, все понял и цепко схватил ее за руки. «Я же сказала!» «Я же сказала вам!» Истошно закричала Демчиха. «Ах, чтоб вас громом убило! Что вы делаете? У меня же малые! У меня трое деток!» Демчиха кричала и дергалась, но скоро все было окончено. «Ведите!» сказал Портнов. И повернулся в сторону рыбака. «Вы подсобите тому!» Вдруг указал он на Сотникова. Рыбаку это мало понравилось. От Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше, но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку. Сквозь настежь раскрытые ворота всех повели на улицу. Полицай с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр, высокий, старый, с белую, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, в своем безысходном отчаянии тащилась Демчиха. Рядом, в какой-то темной, с чужого плеча одежке, с длинными рукавами, быстренько семенила босыми ногами Бася. Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и рыбак не отваживался заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак, хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучшить удобный момент, может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят. Сотников все больше начинал понимать, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло, как мыльный пузырь. Видно, он все же переоценил свои силы в этом поединке и недооценил коварство своих врагов. Разумеется, полиция была марионеткой в руках у немцев и потому так безразлично отнеслась к его сообщению. Наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве. Жестоко страдая от боли в ноге, Сотников едва тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, сокрушило его. Такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство. Но рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев. Однако всегда он держался достойно, по крайней мере, не хуже других. Здесь же, наверное, чего-то не хватило ему выдержки или принципиальности. А может, все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда дает предательство. Но, в конце концов, есть же на свете нечто неизмеримо важнее собственной шкуры. Теперь Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство. Сам, потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни. Сколько уже их человеческих жизней было положено на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечеству. Постепенно Сотников начал приходить в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который медленно высыхал на морозном ветру, и голова от того стыла до ломоты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла. Тело опять началось сотрясать озноб, но Сотников старался дотерпеть до конца. На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревцев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом, широкое полотнище фашистского флага развивалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура. Нога вся горела непрестанной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам. Теперь он почти виснул на твердой руке рыбака. От мостика начался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не хватало дыхания. В глазах темнело, дорога то и дело ускользала из-под его ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда мимоходом пристрелят, как паршивого пса в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе. Даже в его положении это казалось слишком. свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить солдатским достоинством. Это стало главной целью его последних минут. Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились. Впереди послышался разговор по-немецки. Несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу у штакетника, огораживающего сквер, и возле двух облезлых будок ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения. Дальше дороги уже не было. И тогда сотников увидел веревки. Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых сознанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. А он думал, будет расстрел. Двое полицай и еще кто-то в серой суконной поддевке несли через улицу старую колченогую скамью, и сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову беспомощно отвратительной и безголоса. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унизительной бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвелось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петлей. Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя ничего, ничего. В конце концов, это их право, их звериные обычаи, их власть. Теперь последняя его обязанность терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают. Скамейку там, наверное, уже установили, проворный вездесущий стась, а также здоровенный ниже хлястика подпоясанной по шинели будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закостеневшую болезненную ступню, Сотников прикинул, оставалось шагов пятнадцать двадцать, и он отнял у рыбака руку, хотел дойти сам. Они прошли между полицаев возле группы немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль. Местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует, некоторые из начальства хмурились, а другие незлой и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигареты и одеколона, слышались обрывки случайных ничего не значащих фраз. Сотников однако не смотрел туда, притащившись к карке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и вознеможение прикрыл глаза. Нет, наверное, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно. Только жизнь может противостоять злу и насилию. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобиком? Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с рыбаком он не мог. Это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того не широкий круг его возможностей становился все уже, и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она единственная в самом деле зависела только от него и никого больше. только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь. По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине. Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверное, и здесь, заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам скачил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанной и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко, переступаясь с замерзшими, потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу штакетника, будто высматривала там знакомых. скамьи на всех однако же не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели демчиху, а его рыбак с полицаем потащили на край к чурбанам. Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик демчихи. От неожиданности Сотников оглянулся, женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю. Ах, паночки, простите, простите, дурной бабе, я ж не хотела, не думала. Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал будило, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на рыбака, а сам бросился к демчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик. А рыбак, оставшись Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему подарку и чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалось новенькое, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. Одна на двоих почему-то подумалась Сотникову, хотя было очевидно, что это петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное как ругательство. Эх, была не была. Бросив уныло застывшему рыбаку держи, он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку, для равновесия сотников слегка оперся локти моего спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как взобрался наверх. Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящие душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. Выкрутился сволочь недобро, вроде бы с завистью подумал про него сотников и тут же усомнился, надо ли так. Теперь в последние мгновения жизни он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверное, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин безусловно не добрал чего-то. Впрочем, откуда было и добрать этому рыбаку, который после своих пяти классов вряд ли прочитал хотя бы десяток хороших книг. Разве в своем духовном развитии он достигал того уровня нравственности, который бы давал право расценивать его поступки по высшему кодексу человечности. Рядом все плакало, рвалась из рук полицаев демщиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках, приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни и сотников, приткнувшись на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, молодыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки и ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем. Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке. Бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные помороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. Ну вот и все, отметил сотников и опустил взгляд вниз на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия, добром и миром ложилась ему на душу. Но теперь захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором преобладали женщины, и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата. Обычный местечковый лют в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на тонковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовки. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской завороженностью на бледном болезненном личике, следя за происходящим подвеселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы плохо о них не думал, и, действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько к ним сочувствия, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу. Ничего, браток! Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему. Чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся, едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал «Прости, брат!» «Пошел к черту!» коротко бросил Сотников. Надо было кончать. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в Буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страх и его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца. Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Где-то сзади матерно выругался Будила и сотников, чтобы упредить неизбежное, здоровой ногой изо всей силы толкнул от себя чурбан. Ликвидация закончилась. Снимали полицейское оцепление, к людям скомандовали разойтись, и женщины, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных. Женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицай наводили последний порядок у виселиц. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под сотникова подставку, бросил ее штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице маски. Глаза его при этом оставались настороженно холодными. Хе-хе, однако молодец, способный, падла! С издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя, чтоб ты окалел, сволочь! Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся криво одними губами. А ты думал, правильно, а что там подумаешь бандита жалеть? Постой, что это, не понял рыбак? А ком он? А с сотниками, что ли? Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тот имеет в виду, и опять неприятный холодок какой-то виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе, причем тут он? Разве это он? Сотников сам влез, сам соскочил с обрубка. Он только придерживал этот обрубок и по приказу полиции. Кажется, все было окончено. Возле повешенных стоял часовой, молодой для нашеи полицайчик в серой суконной поддевке с винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал так, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же, как и в чувствах. Радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять, чем. Опять заявила о себе примолкшее было на упрямое желание дать деру прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало. Полицайи привычно строились в колонну потри, их набралось тут человек пятнадцать. Людей на улице почти уже не осталось, лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький болезненного вида мальчишка в Буденовке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и рыбак от неловкости передернув плечом шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю с радостной исполнительностью подчиняя язычной команде старшего, который скомандовав и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти. Смирно! Полицай в колонне встрепенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре. А ты что, встать в строй? Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны рядом с каким-то высоким в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него. Шагом марш! И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде среди своих, и если бы перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на рукавах. Поскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший, крутоплечий мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку его болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придержав шаг, приняли в сторону, кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь. Какой-то дядька в пустых розвольнях нерасторопно сдавал под самые окна вросшие в землю избушки. И рыбак вдруг со всей реальностью представил броситься в сани, выхватить возжи и врезать по лошади. Может бы и вырвался, но дядька! Придерживая молодого нетерпеливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и на всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что рыбак понял «Нет, с этим не выйдет, но с кем тогда выйдет?» И тут его словно обухом по голове оглушила неожиданная в такую минуту мысль «Удирать некуда, после этой ликвидации некуда, из этого строя дороги к побегу уже не было». От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу. «Ты что?» пренебрежительным басом бросил сосед. «Ничего, мабуть, без привычки научишься!» Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ременной супонью, и хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали. Да, возврата к прежнему теперь уже не было. Он погибал всерьез, на совсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг, и, видно, самому себе тоже. Растерянный, озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло, и кто в том повинен. Немцы, война, полиция. Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Подмывало переложить вину на других, на время или обстоятельства. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? В полном смятении с туманной пеленой в сознании рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех в раз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицай громогласно доложил о прибытии и начальник придирчивым взглядом окинул колонну. Вольно! Двадцать минут перекур, сказал он, нащупывая глазами рыбака. «Ты зайдешь ко мне?» «Есть!» Сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступил и к нему промолвил рыбак. Сосед толкнул его локтем вбок. «Я воля не есть! Привыкать надо!» «Пошел ты к черту!» вырвался про себя рыбак. «И вообще пусть все летит к дьяволу в тартарары навеки!» Команду распустили. Рыбак метал вокруг сметенные взгляды и не знал, на что можно решиться. полицаи во дворе загалдели, затолкались, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда. «Эй, ты куда?» сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась. «Сейчас, на минутку!» Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да, к чертям. Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно насланных досок вверху чернели полосы Толя, за поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл пораженный. На брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у него полицаи. Руки его заметались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было. За перегородкой топнули гулка подошвы, тягучо проскрепела дверь, уходила последняя возможность свести счеты с судьбой, хоть бросайся вниз головой. Непреодолимое отчаяние хватило его, он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завыть, как собака. Продолжение следует...